друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать некоторые интересные моменты напоминаю вам о том что меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят после того как светка вчера выложила свой лазарет до в котором находится и она и собственно все ее дети конечно же волна возмущения прокатилась по многим зрителям да но очень многие высказывались так скажем достаточно в такой категоричной форме вот без этих светочка лёшечка знаете вот туда-сюда и так далее вот не могли бы вы все таки вот заниматься там своими детьми их здоровьем нет я абсолютно не так высказывалась в своем обзоре и я все объяснила все расставила по своим местам да все разложила по полочкам все разжевала но были такие конечно же да но в основном конечно все мои зрители меня поддержали а в комментариях но были такие которые вот эти знаете припадочные бегают корчат из себя таких святош да вот есть другое мнение мне плевать какое мнение есть у вас да другое мнение не другое мнение причем тут ваше другое мнение я свое мнение высказываю в своем обзоре все его высказывают в комментариях я его высказываю в обзоре и делу обзор увиденного и услышанного я не собираюсь в угоду кому-то опять же лицемерить и говорить о том что да это нормально да подумаешь господи то боже мой да лежит там этот ребенок да больной с кучей болезней который родился которому только-только исполнилось шесть месяцев и который просто брошен как говорится и нафиг не нужен мамаша и папаша на кой черт вы тогда рожаете этих детей если они вам сто лет не нужны ответ на этот вопрос я знаю прекрасно но я вообще говорю да должно быть хотя бы какое-то понимание чего бы то ни было в этой жизни и как-то надо наверное да серьезно уже к чему-то начинать относиться вот это скотство по отношению к ребенку маленькому это вообще просто ни в какие рамки не лезет да плюсы к остальным детям которые сто лет этому семейству опять же не нужны но и я всегда говорю вот обратите внимание да вот нас хейтеров колеса их обожатели хомяки всегда выставляют такими злые дними мы такие злые дни мы такие плохие мы такие ужасные так далее а они то жопу нализывают семейству колесниковых по полной программе только ребят я всегда говорила и всегда буду говорить что мы намного честнее мы намного лучше чище и мы действительно переживаем если и говорим об этом то да то мы переживаем за детей семейства колесниковых а хомяки колес переживает только за Лёшку и только за Светку. До детей колёс им нет никакого дела. Они будут лицемерить, они будут писать всякого рода чушь, но никогда не напишут то, что они считают нужным. А с другой стороны, что они могут написать? Они точно так же ведут себя в своих же семьях. У них точно такие же бедные дети, которые точно так же брошены и предоставлены сами себе. Поэтому они ничего плохого, страшного в поведении Лёхи и Светки не видят от слова совсем. Вот пишут Светке, да, вот я сошла почитать комментарии. Света, ну ё-моё, Ефрема положите отдельно. У вас же все дети болеют, только и слышно. Кашель, шмыганье носом. Положите к себе в спальню. Вы же опытная мама. Вот эта опытная мама, я прекрасно понимаю, что это был Стёб, да. Я помню прекрасно, когда Светка родила Ефрема, Лёшка тогда орал. Вот вы нам будете указывать, что нам делать. Да у нас опыта у многодетных родителей, да побольше, чем у вас. Лёха, у вас его вообще нет. Ни опыта, ни совести, ни чести, вообще ничего. У вас просто, да, вот просто ничегошеньки нет. Не хотят. Зачем? Я же сказала вчера, да, когда делала по горячим следам свой обзор на колеса. Я же сказала сразу, по какой причине Светка его туда не уносит, Ефремку. Потому что там Лёха спит и отдыхает, да. И Лёхе нафиг не нужен там этот сопящий маленький ребенок. Правильно. Поэтому этого бедного Ефремку бросили среди больных детей, которые все сплошь там кашляли, чихали, разносили свои эти бациллы, всю инфекцию и так далее. Им плевать на этого ребенка. Что Лёшке, который кричал громкие слова. Помните, как только-только Светка его притащила домой, ребенка, да, принесла и так далее. Лёшка такие слова говорил. Так позировал, друзья мои, перед зрителями. Это наш крест, мы будем его нести и так далее, достойно. Мы всё сделаем, всё положим к ногам этого ребенка. Да, оно и видно. Взяли, скинули этого шестимесячного ребенка, да даже еще раньше скинули. Закинули в комнату к больным, сопливым детям, которые все болеют, да. И плевать на него, что там будет дальше. Им пишут уже. Вы не боитесь, что Ефрем заболеет? Можно же маски надевать больным. Или не подпускать заболевших к малышу. Да им плевать. Они об этом даже не думают. Вообще плевать. Да, Рина там чуть ли не целоваться лезла к этому Ефрему. Все дети больные этого Ефрема по очереди таскают. Да, Светка всем всё даёт. Всё нормально. Всё прекрасно. Дальше пишут. Самолечение приводит к хроническим заболеваниям. Никакие ёлки и лук не помогут. Сейчас совсем другие простудные заболевания. Да, самолечение это, знаете, опять же, да, опять же. Я уже Светке говорила. Вот вы с колесом можете заниматься каким угодно самолечением. А детям вы обязаны предоставить по закону медицинскую помощь. Просто обязаны. Они уже довели свою Анжелку до того, что занимались самолечением. Пока у Анжелки как раз-таки, да, вот этот вот менингит, друзья мои, и все последствия, да, плюс все остальные дети, здоровьем которых они точно так же не занимались. Та же Виталина дышать нормально носом не может. У неё огромные проблемы, да. У Дарины свои проблемы, у Насти свои проблемы, у Никиты огромное количество проблем. У Анжелки, да, у всех детей есть огромное количество проблем благодаря таким родителям. Ну вот Светка молодец, вот как ни крути, не могу я, ребят, спокойно к этому отнестись, да. Она говорит про самолечение, да, только тогда, когда надо лечить своих детей, да. Тогда она там и лук, помните, там капли, да, делала там всякие разные, там, с помощью лука репчатого и так далее, да. А вот не хотят детки так лечиться, конечно, ты какое-то говно сделала, они должны хотеть. Но как только её петух жареный в задницу клюнет, так Светка сама бегом бежит к врачу, бежит в поликлинику, покупает себе медикаменты необходимые. Лёшка вообще на себе денежки не экономит, да, всегда покупает себе всё самое лучшее. Что-то как-то они, вы знаете, в этот момент, когда сами захворают, про самолечение у них даже близкой речи нет. Вот Светка заболела, обратите внимание, понеслась она тогда в поликлинику. А до этого, пока болела Настя, другие болели, она сказала, ну, там приходила врач смотреть Ефремку, ну, и Настю заодно посмотрели. Ну, да, так заодно, да. И потом, это только то, что она сказала. Ведь нет никакой гарантии, что Настю кто-то посмотрел и кто-то послушал. Ну, так, опять же, на минуточку, да, даже хотя бы послушать просто. Я же не говорю про то, что съездить там, сдать анализы, сдать, сделать рентген, да, и так далее. Далее. Далее пишут ей, Светлана, вы маленькому ребёнку даёте форосимид. Смотрите, его долго пить нельзя, теряются калий и магний. Ещё раз проконсультируйтесь с врачом. Ну, видите, Светка на себя накинула до спехи Бога и считает, что она вправе решать, кому жить, а кому не жить, да, кому быть здоровым, а кому хворать, да. Может тебе позволить заниматься самолечением в отношении своих детей. О чём? Она всегда так делала. Ну, подумаешь, Господи. Далее пишут вот этой вот горе-мамашке. Мама в шубе, дети в тонких кофточках. Да, друзья мои. Особенно, глядя на Дарину, которая в юбке Анжелки, да, в летней юбке, которая, знаете, уже вся уже хрен знает какого цвета, да, от вечных стирок и так далее, которая летняя, лёгкая приёмка, лёгкая, они говорят, она такая тёплая, Светка. В каком месте эта юбка тёплая? Мне просто интересно. Она, это вообще юбка не по сезону, да. И дома надо ходить в другой одежде, ну, так, опять же, на минуточку. А учитывая, что у вас дома просто дубочина стоит, то вы должны быть одеты очень тепло. Но Светка сама у нас, друзья мои, одета во сто шуб одет, понимаете, вот из этой серии, да. А все остальные её мало волнуют. Пишут, малыша надо в отдельную комнату, пока болеют остальные дети. Обязательно в маске, когда находитесь рядом с малышом. Это пишут уже мамаши. Проветривайте комнаты хотя бы три раза в день. О чём я, ребят, говорю постоянно, да, что надо проветривать помещение. Тем более, когда они болеют проветривать это помещение. Но там что вы, что вы, никогда никто окна лишний раз вообще даже близко не откроет. Вспоминайте, в субботина-то на кухне открывали, наверное, всего три раза за эти несколько лет, что они там проживали. Ну и пишут, и лечение. А малыша надо взять в комнату родителей. Ведь все болеют и могут заразить его. А ему совсем бы не надо болеть. И лечиться уже пора ненародными средствами, а чем-то посильнее. Вы всё сильно, вы всесильно заболели. Лечитесь скорее и эффективно. И вот знаете, ребят, что самое интересное? Под всеми этими комментариями стоят лайки семейства Колесниковых. То есть они видят, они читают то, что пишут им зрители. Причём я уверена, Лёшка всё это смотрит, читает. Я уверена, Светка это тоже смотрит, читает. Им всё равно плевать. Они даже близко вот это вот всё не принимают и даже не думают по этому поводу ничего. Вот как был брошен у них Ефремка в девчачьей комнате, так я уверена, он там и лежит среди больных девчонок, которые и кашляют, и чихают, и болеют, и с температурой, и, собственно, конечно же, и ребёнок, естественно, тоже будет болеть на постоянной основе. Ну и пишут, да, у вас целый лазарет, лечитесь и будьте здоровы. Кто-то даёт совет Светке хорошо пить морс из клюквы. Вы не переживайте. Светка себе морсика всегда сделает. Светка о себе всегда подумает. А вот до детей, конечно же, этой мамаши, как и папаши, нет абсолютно никакого дела. И ещё написали, Настя, по-моему, ест просто картошку, да. Никита, где мясо? Покажи. У тебя, наверное, температура, ты давай лечись. А я, кстати, вот вчера, когда по горячим следам делала вот этот вот свой обзор на Колесниковых, да, я ей сказала. Я говорю, там они озвучили, что вот, значит, Виталина ела бургер, да. У Насти картошка с сардельками. А где, а где было, было что-то помимо картошки? Я в тарелке. О, Настя, я ещё сказала сразу, говорю, ничего кроме картошки, даже близко не заметила. Там была одна сплошная картошка. Ну, опять же, если там какое-нибудь мяско было, или какие-то сардельки были, да, Светка-то говорила, что картошку с сардельками и с яйцами, то это всё, даже если были какие-то сардельки, я уверена, съели маманья с папаней, ну, ещё и младшая, любимая доча. А все остальные, как говорится, да. Пейте как можно больше клюквенный морс. Проверено он помогает, естественно, даже не сомневаюсь, что Светка что-нибудь обязательно с Лёхой где-нибудь попивает. Ну, а дети, да, а дети вот так вот брошены и предоставлены просто вот сами, сами по себе, сами, сами, как говорится. Вы ползайте из этой ситуации сами. Жесть, ребят. Нет слов, одни буквы. Друзья мои, вот так у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok